здравствуйте дорогие зрители накопили мы для вас новостей и сейчас все все расскажем ну начнем с грандиозного скандала который разразился на универсион был уволен ведущий роднер фигуэр уволен молниеносно но возникает вопрос а что же такого натворил обладатель эмми что его так быстро попросили выйти вон необычный человек да не осветитель там допустим даже не оператор а именно очень известный ведущий которого любили смотреть ну не побоюсь этого слова сказать миллиона а вот что позволил себе российскую российскую шутку в адрес первой дамы америки мишель обама дело в том что на программе обсуждались работы известного очень визажиста показывали лица тех людей тех известных персон которым он делал макияж а в том числе там была мишель обама и вот когда роднер увидел это лицо он сказал ой она же похожа на героиню планеты обезьян был такой блокбастер знаменитый восьмидесятые годы если кто помнит его соведущий по программе эльгордой лафлака рауль демолина и лили и стефан слегка остолбенили и потом даже пытались что-то там возразить что вообще-то мишель довольно привлекательная дама но было уже поздно роднера понесло ну и что компания после программы немедленно приняла меры и товарищ был уволен лили и стефан потом очень сожалела об этом факте когда его просили прокомментировать она сказала что роднер пошутил весьма неудачно но он ни в коем разе не расист и быть им не может потому что его отец черный просто он человек который смеется над всем и над всеми в том числе и над собой не залежится у него и по поводу себя любимого пошутить достаточно так сказать тяжело так пошутить а сам телеведущий принес письменные извинения мишель обаме и публике сказал что не хотел никого оскорбить но вот так получилось ну что по этому поводу можно сказать как всегда наш любимый лозунг молчать красиво и безопасно во всяком случае думать что ты говоришь потому что теперь уже общем-то поздно все это очень серьезно на самом деле что может позволить себе публичное лицо как это самое публичное лицо должно отвечать за свои слова посмотрите ведь две секунды и карьера вместе с репутацией мчится со всего размаха в бетонную стену а почему да потому что прослыть расистом это самое худшее что может случиться с человеком сейчас в современной америки да и в современной европе тоже и неважно что это первая дама это могут совершенно другой человек важно то что шутка была вот именно расистская не неважно хотел он этого или не хотел жаль конечно что делать посмотрим как будет дальше его карьера развиваться и будет ли она развиваться вообще дженнифри лопес пару месяцев тоже развлекает публику сначала она выставила на продажу свой особняк приобретенный вместе с марком энтони ну не хочет дивы из бронгса чтобы ей напоминало хоть что-то о бывшем муже развелись так развелись кстати он тоже продает свой дом значит дом джейло площади 930 квадратных метров он расположен на практически полутора гектарах купили они его в 2010 году за 8 ну почти за 9 миллионов долларов а теперь джейло просит за него в два раза больше 17 миллионов объясняет о тем что ей пришлось там практически все переделать ну опять же имя понимаете товарная так сказать стоимость она возрастает по мере того кто в этом домике живет еще одна история с ней тут произошла в общем достаточно уже неприятная соседка джейло подала на нее в суд потому что собака бывшего бейфронда лопес каспера смарта покусала эту самую соседку там история была такая что когда каспер покинул скоропостижно этот дом собака почему-то осталась собака породы боксер ну и вот то ли за ней никто не следил то ли там что-то еще приключилось дело что собака-то никогда агрессивностью не отличалась а тут может у нее нервное расстройство было хозяин ушел ее не взял вот и она короче говоря выскочила с участка дженнифера и покусала эту самую соседку соседка обратилась в суд пустячок но неприятно женщине пришлось в больницу вообще-то обращаться левая рука была искусственно жестоко но еще более неприятные новости в каком-то в какой-то мере даже и забавное связано именно с каспером смартом появилась статья что якобы лопес и смарт подписали контракт по которому смарт обязается обязуется сделать дженнифер материн при этом никаких более серьезных отношениях речь не идет короче говоря парень должен девушку оплодотворить а дальше пусть живет как знает нормально да и тем более что появилась как раз еще одна статья более интересная которая слегка раскрывает завесу тайны над тем почему джей его выгнала возлюбленного там ведь все было очень хорошо они ходили на все мероприятия в общем как зайчики там снимались любовь до гроба как говорится но вдруг потом хопа и все а что там выяснилось выяснилось что каспер обменивался какими-то там значит репликами весьма двусмысленными скобрезными в социальных сетях с каким-то с какой-то точнее феминой так вот обнаружилось что там за фемина так она оказалась колумбийкой 27 лет ее зовут крестина море или мари и казалось бы с чем сенсация ну подумаешь да а в том что на самом деле она это он девушка трансвестит в 17 лет она из мальчика сделалась девочка да ну вот именно с ней или с ним вот каспер обменивался этими репликами в инстаграме ну что ну не везет конечно джей лу с мужиками категорически один другого краше как нибудь сделаем передачу они узнаете много интересного жаклин бракамонтес тоже пережила пару неприятных моментов когда папарацци опубликовали снимки ее мужа обнимающегося с какой-то блондинкой на одной из майемских дискотек значит неожиданная вещь пока там жаклин работала в пути лица на премии лануэстро ее муж развлекался так сказать во все тяжкие ну и немедленно в печати появились заявления что это просто дружеское общение что семья бракамонтес фуэнтес крепка как никогда что они значит любят друг друга и все 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 такое прочее ну что обычно в этих вот случаях пишется ну да вполне возможно именно так с друзьями и подругами себя ведут мы же знаем ну посмотрим посмотрим в принципе как всегда понимаете когда начинаются такие вот вещи в прессе да надо ждать достаточно печального конца не хотелось бы конечно потому что действительно семья в общем была очень очень красивая не побоимся этого слова тем более двое детей ну может быть так сказать это все как бы и пройдет дальше у нас неприятность еще покруче Каролина Техера у нее гигантский долг по ипотеке в 1 миллион 390 тысяч долларов ну как вы думаете как можно вообще такой долг организовать себя очень просто 8 месяцев не платите проценты вот и накопится сумма которую вряд ли вы сможете вернуть у нее две квартиры две так сказать достаточно хороших таких недвижимости в майами вот за них она и не платила проценты ну вот это мы понимаем неприятности а то дискотека блондинки фигня какая да ну и хоть что-то хорошее напоследок Адамарь Лопес родила девочку которую назвали Алайя ну как всегда креативность у родителей просто шкалит Адамарь и то несчастливы тем более что Адамарь давно мечтала стать матерью мечта стала явью наше самое искреннее поздравление семейству в общем желаем им всяческого процветания ну на все все на сегодня подписывайтесь на наш канал до свидания и